Муниципальные служащие, депутаты, сотрудники органов местного самоуправления, старосты сельских населенных пунктов из 17 городских округов Подмосковья приняли участие в конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». За звание боролись более 40 кандидатов. Конкурс у нас проводится уже 15 раз, 15 год и за это время порядка 400 человек, чуть меньше 400 человек принимало участие в нашем конкурсе. Количество номинаций с каждым годом у нас увеличивается. В каждой из девяти номинаций три победителя, первое, второе и третье места. 27 призеров со всего Подмосковья съехались в Ленинский городской округ на подведение итогов и награждения. Они, условно говоря, вышли на старт, они реализовали какое-то мероприятие, это люди неравнодушные. И сегодня мы, по сути, подводя итог, определенным образом мы их прославляем и рассказываем о том, что они сделали в своих территориях. Это позволяет, ну, конечно, они же представляют не только себя, а и свой муниципалитет, это на самом деле особая, может быть, гордость, но одновременно рассказать для других территорий, как можно и нужно делать. В этом году в Ленинском городском округе три победителя. Среди них начальник контрольно-ревизионного отдела финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа Екатерина Мозглякова. Сотрудница трудится в ведомстве уже 14 лет. Говорит, работа непростая, но очень нужная. Моя тема – это цифровизация контрольной деятельности, которая способствует улучшению, планомерному осуществлению контроля и работу на предупреждение нарушений. То есть не на их обнаружение и уже по факту, а именно на предупреждающий контроль. Также объявили победителей конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2022», который проводится уже второй год подряд. Мероприятие направлено на поддержку общественных инициатив граждан и социально значимых проектов, а также распространение наиболее успешных из них на территории Подмосковья.